Член команды так называемых военкоров Коца и Сладкова Денис Савченко жалуется, что вооруженные силы Украины на одного рашиста могут выпустить 5, 6 или даже 7 штук FPV-дронов. Подожди, Дениска, будет и по 20 штук на каждое рашистское рыло. Большое количество с их стороны, очень большое друзья, FPV-дронов такого, как отмечают ребята, не было, когда они на одного бойца могут выпустить. 5, 6, 7 штук, представьте, на одного. В общем, ну, они спасаются FPV-дронами. И также на некоторых направлениях, ну, допустим, Донецкая, Курская, отмечают ребята и не замечают снарядного голода у них никакого. Артиллерия лупит. Ну, артиллерия, друзья, я так скажу, там грады, минометы, в общем, это не так страшно, как FPV-дроны для бойца. Но это на самом деле так оно и есть. Самое большое неудобство нам приносят это дроны. Хейтеры и малодумающие люди, которые не в теме, они начнут говорить, а где ж наш рэп? Наш рэп работает отлично. Но война частот, они на одном направлении не сидят, не работают на одной частоте, не летают на FPV-дронах, они постоянно меняют также дроны со сменными частотами. И рэп, ну, просто не угонится за ними, понимаете, вот серьезно. Это очень дорогая вещь и очень затратная. Эти дроны противника, как мухи, просто летают над головой. Все это известно. Но сейчас нужно еще потерпеть. Мы хотим перед тем, как задать вам вопрос, показать вам одну видеозапись с вами, чтобы вы ее прокомментировали. Я надеюсь, у нас есть техническая возможность. Дорогая режиссерка, включите, пожалуйста. У нее точно есть двое сыновей, по разным слухам. Это Иван и Владимир. Там называются другие имена, но пусть. Это очень похоже на то, что это могут быть именно такие имена. Это запись полугодовой давности, когда вы назвали совершенно верно имена и количества путинских сыновей. Расскажите, пожалуйста, как вам расследование? Может быть, у вас есть еще какая-то интересная информация про них? А вопрос какой, Георгий Руслан? А эта информация как-то кого-то подтолкнула к расследованию? Или это вообще никак не связано? Нет, просто мы тоже знали, как их зовут. Мы тоже знали. Я когда это полгода назад увидел, мне чуть плохо не стало, потому что я сам занимался этой темой и думаю, е-мое, откуда эта информация у вас? Я не стал вам писать, но вот очень удивился, запомнил. Сегодня попросил ребятам снова показать эту запись. Смотрите, никакой тайны полишенели. Это вообще не секрет. Но что касается меня, я немного знаю лиц, которые были свидетелями о рождении и в Швейцарии. в клинике. Это иностранцы. И они... Это бывшие русские, которые там работают. В клинике сообщили вот такая информация. И она из разных источников так или иначе подтверждалась. Украинские источники ее подтверждали тоже. И поэтому какого-то, вы знаете, особого вот инсайда в этом-то ведь, честно говоря, и нет. У меня каких-то особых источников тоже нет. Понимаете? Для меня гораздо важнее другое. Вы знаете, Георгий, то, что я давно говорил, что Путин конвертирует свою власть в династическую, то есть это тоталитарная система, которая ту специфику будет иметь, что она станет династической. И я основывал исключительно на собственном анализе. На том, как я вижу, как развивается система. И как я вижу, что происходит в таких же подобных сетях, на пространстве Бурцевой СССР. Неважно. Касается это Азербайджана, касается это Туркменистана, касается это Белоруссии, Таджикистана, нечто подобное же происходит, попытки боевых в Казахстане и так далее. Я отдавал себе отчет, что точно, абсолютно Путин пойдет по этому пути. Да и сам он Кадыр действует аналогичным образом. Он тоже как бы стилизуется под Путина, а не наоборот. Понимаете? То есть для Путина это уже решенный вопрос, что он будет передавать власть родственникам. У него нету по этому поводу сомнений. А кому передавать? Вот тут действительно тонкий момент. Многие меня критиковали, говорят, где бы это видано было за 20-й, например, век, чтобы власть отдавали женщинам. А у него две дочери. Понимаете? Типанова и Воронцова. И тут как бы многое для кого-то не выглядит убедительно, не выглядит органически склеенным. Понимаете? Но вот вопрос с сыновьями, хоть они и маленькие, хоть у них возраст не позволяет говорить о близкой перспективе руководства страной, но тем не менее предпосылка именно эта. Понимаете? Мы всего не знаем. Может быть, мы не можем этот пазл сложить только исключительно потому, что есть больше информации, до которой мы дотянуться нашими средствами, ресурсами. А ФБК замечательный расследовательский орган. Несомненно, он знает много, он ведет методичную работу по этому поводу. Но всего знать невозможно. Понимаете? Ну, как ты про них? Надо беседовать с лично доверенными лицами. Там, не знаю, Кабаева должна быть точкой информации. Поэтому, ну, хорошо. Двое сыновей. Да, от Кабаевой. Да, там, где-то на Валдае. Меня другое, знаете, удивило. Вот эта дискуссия, а можно ли их показывать, рассказывать, а им что-то будет. Ну, серьезно, что ли? Что, это вот на фоне того ужаса с убийствами сотен тысяч людей еще рассуждают, а можно ли скрывать информацию о диктаторе и убийце? И о том, что он превращает страну, значит, свою власть, абсолютную власть в наследственную? И об этом нельзя говорить, и нельзя показывать, кто будет завтра править этими людьми. Ну, это смешно просто. Это рассчитано на дебилов, законченных. Абсолютно безответственно относящихся к судьбе собственной, собственной страны, народа и так далее. То есть, конечно, не только надо показывать, не только фотографии. А все, все, что связано с Путиным, все должно быть публичным. Потому что, еще раз повторяю, это не власть, в отношении которой воздопустимы этические какие-то нормы. Ну, ладно, там какая-то демократическая страна, в ней какие-то, так сказать, есть частные правила, еще что-то. А мы-то о ком ведем речь? Мы ведем речь о жесточайшей диктатуре, которая расправляется и со своими оппонентами, и вообще с гражданами. И вдруг нужно каким-то образом шаркать перед ней, в книг сон падать, что вот, ну нет, а мы не такие. Мы так не будем. Мы будем береть частную жизнь Кабаева и его детей, отпрысков от Путина. Да, а почему? А почему? Это что, не последствия всей этой четвертьвековой власти Путина и перспективы наследия еще лет сто, которые он готовит? Я, например, не верю в то, что он сумеет передать власть сыновьям. Мне так не кажется. Но хочет он этого точно. И вот мы для того, чтобы предотвратить подобный ход событий в России, должны об этом говорить открыто, прямо и все. Полностью. Со всеми детальными. Вплоть до анализов КАЛа, понимаете? Иначе люди так и не поймут, с чем имеют дело. Ну, вы знаете, книжки можно написать об этом. Вот реально. И надеюсь, что они будут написаны.